Всем привет! Не так давно в своём любимом супермаркете под названием металлоприёмка нашёл механизм от старого советского будильника и решил дать ему вторую жизнь. В этом видео мы с вами постараемся его пустить на ход, но в следующем сделаем эксклюзивный корпус. Приятного вам просмотра! Механизм мне достался в плачевном состоянии. На нём отчётливо видны следы грязи и потёки масла, так как он лежал в баке с автозапчастями. Причина, по которой я его решил забрать, это целостность самой хрупкой детали механизма, а именно оси маятника. При падении этого будильника она часто страдает. Этот же экземпляр, думаю, оказался там по причине смятия волоска. Предполагаю, что случилось это из-за корректора хода часов. Кто-то решил его отрегулировать. Ну а раз серьёзных повреждений нет, давайте попробуем его восстановить. Для начала снимем все наружные детали. Ключи здесь на резьбе, хоть она и левая. Ручки для установки времени и будильника также снимаются легко. Далее, как говорится, от греха подальше снимем маятник. Ведь если сломаем его ось, то дальнейший ремонт можно не продолжать. Немного открутим верхний камень и освободим маятник. Вот так выглядит его волосок. Это замятие будем исправлять. Кстати, по всей видимости, небольшой удар у этого будильника был. Так как ось вилки выскочила из своего гнезда. Снимем и её. Пружина часов взведённая, а шестерни после снятия вилки стоят на месте. Видимо, всему виной грязь, которая находится внутри часов. Так и есть, лёгкий толчок и шестерни закрутились. А это хороший знак. Стрелки, как и циферблат, деформированы. Но мы их выправим впоследствии. А пока разберём весь механизм для очистки. Безусловно, для такой работы нужно потренировать свою усидчивость. Сделать это можно с конструктором от компании Югирс. Югирс – это превосходные конструкторы, которые могут стать замечательным подарком. Как кому-то из близких, так и себе любимому. Они нравятся мужчинам и женщинам, девочкам и мальчикам. Эти конструкторы подходят для всех возрастов. Но больше всего они нравятся мальчишкам лет так 30. Ну, или даже 38. Это я знаю по себе. Конструкторы Югирс завоевали популярность во всём мире. Их детали состоят из очень приятного на ощупь дерева. Собираются без единой капли клея и имеют приятный запах древесины. При этом конструкторы очень технологичные. Только посмотрите на работающий двигатель моей модели. Сборка конструктора очень увлекательна и время проходит незаметно. В ассортименте уже более 60 различных моделей. Автомобили, шкатулок, поездов, мотоциклов, пистолетов и много других потрясающих моделей, каждая из которых имеет собственный функционал. И все они подвижны. Например, мой спорткар с подвеской, коробкой передач и работающими цилиндрами с клапанами. Сейчас на сайте Югирс идёт огромная распродажа с большими скидками. Поэтому переходим на сайт, смотрим и запасаемся крутыми подарками себе и близким. Ссылочку и промокод оставлю для вас в описании. Для разборки механизма выкручиваем все гаечки на верхней плате. После этого нужно быть осторожным, так как пружины имеют некоторую жёсткость. И можно в итоге не досчитаться запчастей. Дальше всё просто. Вынимаем детали и складываем в ванночку для очистки. Также снимаем стрелки и основание. Оно нам больше не пригодится. Крепление бумажного циферблата осуществляется маленькими гвоздями. Интересно, это было заводское решение или это дело рук частных мастеров? Если кто знает, напишите об этом в комментариях. Откручиваем основание и снимаем нижнюю плату. На часовое колесо напрессована шестерня. Инструмента для снятия у меня нет, поэтому будем мыть так. Чистку будем производить в ванночке с бензином галоши. Насколько я знаю, именно его используют часовые мастера. Хотя я могу и ошибаться. Далее не спеша мягкой зубной щёткой чистим все детали механизма. Каждое колёсико, каждую ось и платы. Аккуратнее всего нужно быть с маятником. Одно неловкое движение и его волосок можно согнуть ещё больше. Вот сколько грязи удалось вымыть. Думаю, не лишним будет повторить всю процедуру чистки, но сделаю я это уже за кадром. Ну вот все детали очищены. Кстати, когда производил чистку плат, поймал себя на мысли, что отверстие в них – это будущие детали того же будильника. А кто-то говорил мне, что в Советском Союзе металл не экономили. Поработаем с маятником. Ему, как вы помните, нужно выправить волосок. Для этого прикручиваем ножки к плате. И устанавливаем его на своё место. Теперь не спеша пинцетом и шилом выравниваем его. Наверное, это делается как-то по-другому, но я не часовщик. После всех процедур крепим волосок и проверяем. Поворачивая корректор, волосок теперь не сминается. Получилось, думаю, неплохо. Маятник немного отвернут от оси вилки, но это можно будет настроить уже позже. Сделаем простейшую маслёнку. Для этого понадобится кусочек рыболовной лески. Я взял 0,4 мм. Чтобы масло удерживалось на кончике лески, его нужно немного расклепать. Вот что у меня получилось. Далее обрезаем нужную длину и можно смазывать. Теперь приступаем к сборке. Основание прикручивать не будем, так как корпус будем делать с ноля. Но это будет в следующей серии. Какой он будет, я ещё пока не знаю. Так что если есть мысли по этому поводу, напишите в комментариях. А пока устанавливаем промежуточное колесо, за ним минутное, анкерное и вилочку. Затем накрываем верхней платой и аккуратно попадаем осями колёс в свои гнёзда. Ещё раз проверяем установку и можно заводить пружину. Отлично! Всё работает. Не забываем смазать все шестерни на осях и зубьях. И последним делом устанавливаем маятник. Проверяем его люфт и по надобности регулируем нижним камнем. Заправляем волосок и закрепим его штифтом. Ну и момент истины. Небольшой толчок маятника и наш механизм заработал. Волосок, хоть и не совсем ровный, но я, как уже говорил ранее, не профессиональный часовщик. Установим стрелки на своё место, чтобы можно было выставить время и корректировать ход механизма. В течение недели буду наблюдать и, думаю, добьюсь точности хода. Так как корпуса у меня ещё нет, на скорую руку из оцинкованной проволоки сделал вот такую подставку. На ней и буду проводить все испытания. Ну а на этом у меня всё. И если понравилось видео, ставьте ваши оценки, пишите свои идеи по корпусу для этого механизма. И не забывайте подписываться на канал. Дальше будет ещё интереснее. А с вами был, как всегда, я, Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok